22 мая 22 мая. В пещере сижу, как пчела не жужу. Сделал копье, принес побольше дров, поймал снежного кабана для еды. Ох, и вкусный он оказался! Не зря лунные люди так их уважают. Мяса у меня много, хватит на неделю, так что пока поживу тут, отдохну и подумаю, как быть дальше. Кое-какая одежда и сумки мне подошла, мне тепло, пойду искать сокровища. Потом спать сколько мне угодно. Наконец-то свобода! Интересно, смогут ли лунные люди сделать для меня бусину стихии из моего камня? Я им заплачу, думаю, согласятся. В сумке золотых кружочков нашлось много, целая горсть. Все одинаковые. Какая же стихия мне достанется? Может, молния или огонь? Иду к полузамерзшему пруду ловить снежную рыбу. Ее там всегда много. Забрасываю в воду самодельную удочку и жду. Но сегодня снежные странники не клевали. Поймал лишь четыре форели и одну плотву. Около меня разбили лагерь странные лунные люди, что носили маски подобно нам. Они жгли костры, жарили мясо и варили суп. Их палатки синие, с изображением, похожим на снежинку. Люди говорили о чем-то и ели с таким аппетитом, что мне тоже захотелось отведать их еды. Но как это сделать? Вдруг они набросятся на меня и убьют? Может, дать им взамен золотые кружки? Желание поесть превзошло страх, и я с ценными находками в кармане спешу к палатке. Все повернули головы в мою сторону, а я быстро взял несколько кружков и протянул им, другой рукой показывая на котел супом. Один из людей, тот, что был в красной одежде, подошел и посмотрел, что я принес. Потом засмеялся, за ним повторили и другие. Но тут случилось нечто непредвиденное. Красный достал из кармана какую-то штуку и протянул мне. Я от радости чуть не подпрыгнул. Это была фиолетовая бусина, окруженная пятью шипами и рисунком, как на палатке. Они мне дают камень стихии? Глазам не верю! Когда я протянул им плату, человек отказался и отвел мою руку с кружками. Такое чудо за так? Хотелось плясать от восторга! Бывают же такие добрые лунные люди! Сжав бусину в руке, я поклонился дарителю и побежал к месту, где оставил рыбу. Взяв улов, я вернулся в пещеру и поджарил пойманную добычу. Было вкусно, после еды захотелось спать. Я лег у огня и задремал на пять часов. Двадцать третье мая. Сегодня камень испытаю. Я уже привык к холоду и радуюсь тому, что здесь нет надоедливых комаров. Есть ледяные стрекозы, но они не нападают, чтобы попить крови. Надо просто их не ловить. Тогда не тронут. Взяв заветную бусину, я вышел из убежища и стал думать, как управлять молниями. Прикрепив камень к поясу, я взмахнул руками, представив, что метаю вспышки. Ничего не произошло. Может, надо думать основательнее? Попробую. Обрушиваю воображаемую молнию на кусок льда. И чудо случилось! Багровая вспышка ударила в льдину, и она взорвалась. Ура! Неужели я все-таки обрел силу лунных людей? Все. Теперь моя жизнь засияла новым светом. Стала лучше и интереснее. Не зря я убежал из долины. Весь день тренировался, пуская молнии в сухие деревья, камни и глыбы льда. Получалось хорошо, только устал сильно. Завтра пойду к большому дому с красной крышей. Буду виноград на рыбу обменивать. А вось жители этого места такие же разумные, как подаривший бусину человек в белой маске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok